Судя по аудитории, здесь есть три категории. К сожалению, не хватает четвертой, которую я очень хотел увидеть. Студенты будущей британки, кто задумывается о возможности прийти и выбрать для себя работу. Их родители, вы эти люди, которые принимают финансовые решения на следующие несколько лет, участвовать либо не участвовать в развитии ваших чат. Я очень хотел увидеть клиентов, но скорее всего здесь их немного. И профессионалы. Кто сейчас уже занимается дизайном, пожалуйста, поднимите руки. Вот, замечательно. Это профессиональный между собойчик, который мне так нравится. В принципе, сегодня я как раз в большей части хочу поговорить про вас. Ну а первая, вторая и возможно третья аудитория с нами либо согласятся, либо не согласятся. Это как раз будет для меня очень важно. У меня 20 минут. Поэтому чуть-чуть встряхнуться. Спрошу вас следующий вопрос. Кто видит на слайде что-то? Что вы видите на этом слайде? Птицу видите. Есть здесь птица. Еще. Из люка руки вверх. Еее. Отлично. 3D лапы. Видимо, ребята, куриные лапы. Глаз. Еще. Нужны смыслы, нужны идеи. Ваша способность отдавать смысл идеи как раз вот та возможность, которая превращает вас из дизайнера в идеолога. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста. Троллейбусные усы. Отлично. И один провод, второй оборвался. Смайлик. Есть. Здесь есть все. Смотрите. Это концепция друдлс. Каляки-маляки в переводе на русский язык. Это очень простое упражнение, которое мы даем дизайнерам, которые приходят в нашу студию для того, чтобы понять, насколько они креативны либо нет. И если у вас основная проблема – это коммуникация, то вы сидите, и у вас в голове проносятся смыслы, но вы не решаетесь их озвучить, потому что вы боитесь выглядеть смешным. Об этом я как раз сегодня хочу поговорить, потому что проблема коммуникации – это то, что мы в том числе как раз решаем в Британке, и это то, что отличает успешного профессионала от неуспешного. Вы можете сколь угодно хорошо делать дизайны, но если вы не умеете доносить ваши идеи, защищать эти смыслы и транслировать их в человеческое общество, то у вас беда. Вам необходимо нанимать другого человека, я называю его Карабас-Барабас. Это человек, который отбирает у вас большую часть прибыли, как у дизайнера, продает билеты, организовывает весь процесс вашего выступления, и 70% прибыли, как правило, в его кармане. Это я. Я человек в дизайне, в принципе, уже 20 лет, поэтому я прошел путь от технического дизайнера, до арт-директора до креативного директора, сейчас я генеральный директор рекламного агентства. И, ну, вот в принципе, не бойтесь включить смыслы, попробуйте кинуть, какие идеи вы здесь видите. Шея жирафа, самый главный победитель всех времен и народов. Это факт. Ноги, зубы, зубы на полке, зубы в стакане, обычно говорят здесь. Коленки тигра. Окружности, прямоугольники, пиксели, обычно программисты отвечают. Видим все, да, здесь, в принципе, они есть. Бутерброд, дизайнерская тусовка, да? Ну, в том числе как раз столкновение миров. Смотрите, правильного ответа здесь нет. Дизайн среда для меня замечательна тем, что в отличие от спорта у нас субъективный мир, абсолютно субъективный, когда вам могут сказать, мне не нравится в ответ на вашу работу. И сколь угодно это будет черный квадрат Малевича, или Монализа, или какое-то суперпрорывное решение, мне не нравится тот ответ, с которым вы сталкиваетесь постоянно. Просто потому, что это столкновение совершенно разных взглядов, идеологий, мыслей, идей, и об этом я как раз хочу поговорить. Дизайн, в первую очередь, это инструмент для того, чтобы делать жизнь людей понятнее, проще, а иногда я называю это продавать воздух по-хорошему, потому что средствами дизайна мы иногда создаем добавленную стоимость к продукту, у которого стоимость функциональна. Вот смотрите, хороший логотип и хорошая упаковка могут эту бутылку продать, ну, на сколько? В 4-5 раз дороже, чем данный конкретный продукт. Соответственно, вы покупаете талые ледники, которые сошли, которые чисты настолько, что вы можете позволить себе 500 рублей за такую же бутылку. Вот это вот смысл и идеология, которая уже на следующем, не графическом уровне, а на смысловом. Это легенда, которую в том числе мы разрабатываем для наших любимых клиентов, и это уже как раз распространяется за область дизайна, распространяется далеко в область смысла. Это необходимо уметь, и нужно иметь наглость такие вещи продавать. Но люди очень любят такое, и для меня самый главный вопрос – клиент, который с вами работает в унисон. Вот это, наверное, состояние того самого классного тандема, когда вы находите человека, который говорит «классно, давай еще». Вопрос денег я ставлю за собой, в этот момент он выступает у вас идеальным заказчиком. У кого такой идеальный заказчик есть? Как правило, их немного. Многие смеются в этот момент, потому что вы бы хотели их получить. Но как бы не касаясь контекста денег, твори, создавай, все остальное на мне. Это история про спонсирование художника. По-хорошему, это идеальный мир, когда вы из дизайнера должны превратиться в творца и просто творить, не занимаясь маркетингом, не занимаясь коммуникациями, не занимаясь вопросами ценообразования. Вот это вот ваша компетенция – творец. Смотрите, существуют разные миры. В мире Ван Гога периодически встречались такие люди, и они, в общем-то, выкупали картины, понимая перспективу, потенциал. Здесь я хочу как раз продемонстрировать следующее. Люди бывают разные. Вы живете в одной модели мира, вы дизайнер. Кто-то живет в модели успешного дизайнера, кто-то живет в модели неуспешного дизайнера, кто-то живет в модели успешного художника, а кто-то, соответственно, надеется на то, что после его смерти его картины хотя бы как-то попадут, не знаю, в центральный дом художника. И для него это успех. Все относительно. Люди разные. И мне очень важно в этот момент понять, каков профиль идеального клиента, который вы можете найти, и для меня это требовательный клиент, потому что у него есть какая-то своя жизнь, он хочет реализовать те компетенции, которые у него отсутствуют. И это сложный человек. Вот про сложность я как раз и хочу поговорить. Сейчас мы с вами знакомимся, пока еще не так. Вы читаете бумажную раздатку, думаете, кто такой Леонид Бугаев, тра-та-та. В будущем, опять же, технологии, я очень жду этого. Это слайд с 2013 года, который я показываю на конференциях. Это будущее пока, к сожалению, не наступило. Хотя имеет высокую вероятность случиться. Вы наводите на меня свой смартфон, понимаете, кто этот человек, где его профиль в соцсетях, понимаете его ценности, интересы, и в том числе, на самом деле, его потенциал как заказчика. Ну вот смотрите, функция распознавания лиц существует в Фейсбуке? Существует. С какой степень вероятности она будет нанизана на такой функционал для деловых соцсетей? Абсолютно нужно и абсолютно необходимо. Вы наводите на человека, понимаете, что ему нужно, или когда у него какие нужды есть. Пока, к сожалению, мы живем в таком мире, в котором такого инструмента нет. Я очень хочу его. Но я развиваю определенные навыки в дизайнерах, которые позволяют с высокой степенью вероятности определить потенциал человека с точки зрения его запроса на дизайн. Меня зовут Леонид Бугаев. Давайте дружить. Facebook.com.slash.albugaev.ru. Две книжки. Они, к сожалению, в бумаге уже были распроданы, поэтому иногда вы можете их найти на торрентах. Нетворкинг. Это искусство установления взаимовыгодных деловых связей. И либо вы этим занимаетесь системно и последовательно, либо нет. Я этим занимаюсь последние, собственно, 10-15 лет. Для того, чтобы в первую очередь определить нужды и задачи разных людей. Взаимовыгодные, взаимосвязанные процессы – это когда вы находите нужду человека и решаете ее, опять же, либо за денежные знаки, либо по бартеру без. Кто вам нужен? У меня есть сын, которому сейчас скоро вот-вот стукнет 5 лет. И для меня это как раз потенциальный дизайнер, который будет готов делать это все бесплатно. То есть у нас проблема цены резко падает, потому что инструментарий, который раньше был ограничителем профессии, снижается по цене. Не айпад, либо телефон, на котором можно что-то создавать, стали доступными. И софт, который раньше был прерогативой Adobe, например, стал абсолютно доступен с точки зрения цены. Что это значит? У нас с вами есть лет 10 для того, чтобы быстро развернуться и переориентироваться в совершенно другую среду. Быть профессионалом уже недостаточно. Необходимо быть человеком, у которого есть компетенции, в том числе как раз, о которых я вам показал. Уметь генерировать смыслы, уметь их защищать, уметь находить тех людей, которые способны за это платить. Об этом мы сейчас и поговорим. Клиент и дизайнер, казалось бы, хотят одного и того же. Но здесь вот фотография, которую я сделал буквально вчера, истинно в маленьких штрихах и в одном V или W. Клиент хочет как можно скорее выгрузить миру какой-то продукт и увеличить его ценность. А дизайнер, как правило, вот здесь, смотрите, хочет творить по своим собственным правилам. И системная ошибка дизайнера в том, что он не умеет смотреть на мир, в том числе через, в кавычках, ошибочное мнение того человека, который заказывает музыку и хочет, чтобы было по его. Это то, что системно раздирает каждого дизайнера. Вы говорите, блин, клиенты уроды. Но, увы и ах, вы выполняете сервисную функцию. Если вам говорят, нарисуй, пожалуйста, с ошибкой, то приходится это делать именно так. Я сам бываю в такой ситуации, когда, скрипя зубами, приходится это делать. То есть мы фактически выполняем чужой запрос, чужую задачу, которая есть. И еще раз повторюсь, включая клиентов, самое главное, люди, которые вас окружают. И самое главное, человек, которого сейчас у вас нет, это идеальный клиент. Пожалуйста, поставьте эту мысль на парковку, потому что сейчас этого человека, скорее всего, вокруг вас нет. Буквально вчера, опять же, сфотографировал интерфейс прошлого, как он есть. То есть электронный прайс-лист, вот такой вот, да, это компьютер, у которого нет выхода в интернет, в маленьком магазинчике, который торгует радиодеталями. Те инструменты, которыми вы, как дизайнер, пользовались еще лет 10-15, уже неуместны. Но самое главное, что у вас есть, это ваша голова, ваше умение, опять же, создавать какие-то графические или, возможно, не графические, а визуальные решения. Ну, я подразумеваю 2D, движения, 3D и другие. И все это, опять же, крутится вокруг людей. Беда и проблема, да, что мы встречаемся очень часто с ботаном, и этот ботан, на самом деле, сидит внутри меня. Я вот ровно так же понимаю, что мы бы хотели найти классных и интересных, но их мало. У меня вот есть такая любимая фотография 2005 года. Это основная проблема в коммуникации, которая мне мешала. Любимое действие, которое в этот момент я предпринимал, это спрятаться за монитором. Тогда еще ЛТ-монитором и ямом большим 19-дюймовым, но не коммуницировать никаким образом и не выходить в поля. Сейчас я очень важную идею хочу передать вам. Смотрите на людей, которых слушают. Если у вас есть в окружении людей, к которым люди прислушиваются и замолкают в тот момент, когда они рассказывают, что это выступает, это лидеры мнений. Это фактически те люди, к которым в дальнейшем возвращаются за оценкой, за какие-то… Ну, пожалуйста, оцени, подскажи, порекомендуй. Вы должны стать таким человеком, даже если вы сейчас им не являетесь. И это сложно для передачи, потому что это софт-скилл, в чистом виде, которому не учат, к сожалению, пока еще в технических вузах, в Британке, где бы то ни было. Основная болезнь дизайнера – это оставьте меня в покое, я хочу творить, я хочу быть гогеном, дайте мне деньги, дайте мне хлеб, я буду создавать свои картины, а мир их как-нибудь купит. Сейчас, к сожалению, все сместилось в то, что вам необходимо быть очень сильно как раз покачан с точки зрения промоушена и быть человеком, который способен донести миру ценность вашего продукта, то есть через маркетинг и через ту коммуникацию, о которой я говорю. Кисса высокого полета – это человек, который вам сейчас недостижим, вы не можете до него достучаться просто потому, что его нет в вашем окружении. Если вы работаете с заказчиками напрямую, то вы фрилансер в этот момент, либо вы дизайнер-одиночка, и у вас есть определенный круг клиентов, который сложился просто потому, что вас рекомендуют. Это сарафанное радио. Кого так? Кто использует эту модель? Соответственно, скорее всего, это люди вашего возраста, вашей же географии. Очень классно, если вы работаете на другую географию, например, Канада, Америка. У меня есть ребята, которые работают на Австралию. Это финансовое преимущество, которое тут же моментально дает им возможность зарабатывать на других рынках. Они живут и существуют здесь, а зарабатывают там. Но как перейти вот этот языковой барьер, ментальный барьер для того, чтобы найти этих людей? Где найти таких клиентов-партнеров, с которыми было бы интересно, которые бы сказали не типичное, спасибо, мне ничего от вас не надо, а сказали, да, классно, хочу. Вот этот вопрос я задаю себе постоянно, и оказывается, что это степень распространения той информации, которая есть либо у вас в ваших работах, либо смысловые и идейные коммуникации, которые вы в том числе можете использовать для того, чтобы есть. Ключевое отличие B2B от B2C. Если вы работаете напрямую на рынок, например, людей, которые хотят себе личный логотип, то вы упираетесь в рынок заказов, ну где-то там в 300 тысяч рублей, в 500, в 600 тысяч рублей. В B2B, конечно же, чеки совершенно другие и гораздо более интересные. Проекты, в которых мы участвовали, достигали 8 миллионов долларов. И это совершенно другая модель, где человек выглядит как идеальный клиент совершенно по-другому. Это человек, которому в принципе нужна, ну как идея, спокойствие и решение его корпоративных и карьерных задач. Это очень важно. Если раньше, например, мы не могли до них достучаться, потому что вам необходимо было знать точку входа конкретного человека, который работает в определенной компании, корпорации и получить в нужное время заказ, то сейчас мы эту проблему решаем, потому что у нас есть социальные сети, которые моментально изменяют правила шести рукопожатий и позволяют вам напрямую достучаться до человека или ему увидеть вас в действии и в работе. Очень важный слайд. Четвертый круг является ключевым для вас. Сейчас вы не идентифицируете клиентов, которые спрятаны в мобильном клане. Это те люди, которые у вас есть в доступе, но которые не являются достижимыми физически. Вы с ними не общаетесь и не разговариваете. Ваша задача как профессионала рассказать о себе, показать те ценности, те работы и то портфолио, которые у вас есть для того, чтобы вы подтянули людей, которые в дальнейшем станут вашими, возможно, клиентами, возможно, партнерами, возможно, как я их называю, людьми, которые оплачивают вам белый хлеб и красную икру и позволяют творить и перейти в следующее качественное состояние, например, в режиме художника. Интересы на определенных уровнях могут быть взаимосключающими, потому что если вы общаетесь с ключевым человеком, например, в вашей семье, то он говорит, побудь со мной, проведи со мной время, поговори с ребенком, будь хорошим отцом, будь хорошим мужем, а вам необходимо в этот момент делать определенную работу для других кругов, которые есть. И опять же, отличие человека в компании, в крупной корпорации, у него есть понятие группы. Группы, к которой он присоединяется, он ей принадлежит. Ценности интереса одного человека могут быть одними, а ценности группы людей могут быть совершенно взаимосключающими. Вот здесь вот как раз описаны те параметры, которые вам необходимо пробивать в общении, когда вы выходите на определенную компанию и начинаете это делать. Вам в первую очередь, конечно же, нужны ответы универсальные, что мне делать сегодня. Постараюсь их вам сегодня передать для того, чтобы вы понимали, в чем отличие нетворкинга от дизайнера. Дизайнер, как правило, существо очень классное. Это перфекционист, который умеет классно делать свой кусок работы, будь то анимационный дизайн или 3D модели или какие-то вещи. Вот в этом вы для меня каждый профессионал в своей сфере. Когда я осознал, что точно так же у меня есть потолок в профессиональной сфере, я спросил, что мне необходимо делать для того, чтобы перейти на качественно новый уровень. И ответом было как раз становиться профессионалом в области коммуникации. Либо вы, соответственно, в большой и в классной команде людей делегируете эту способность коммуницировать project-менеджеру, клиентскому отделу или директору, который, в общем-то, вас нанимал, то я рекомендую как можно скорее начинать учиться у этих людей, потому что они являются профессионалами не в дизайне, но в определении, как общаться и как находить клиентов. И это беда и проблема, потому что, в принципе, дизайнера не подпускают напрямую к клиенту, если, опять же, вы не фриланс-дизайнер, и вы не начали это делать в 16-17 лет, когда это я начал делать, я, например, в своем профессиональном опыте. Очень простое правило, которое я вам могу порекомендовать. Начинайте манипулировать людьми. И это не страшная идея, это, в принципе, представьте себе, что у вас нет рук, и вам необходимо теперь использовать инструмент слова. Вместо того, чтобы налить себе чашку чая или поднять, например, упавший кликер, вы можете попросить другого человека, и в этот момент оказывается, что вы не можете манипулировать другим человеком. У вас нет навыка и у вас нет инструмента, который позволяет это делать. Девочки, в принципе, это умеют. Да, у вас есть преимущества. Мальчикам сложнее, потому что командный приказной тон работает только в случае, если у вас формально есть определенная должность, до которой вы дошли, и у вас есть такое право. Включите в себе вот эту возможность манипулировать идеями и словами и просить или заставлять людей выполнять те функции, которые интересны вам. С этого момента у вас появится определенный инструмент, который будет в вашем плексиконе, либо на столе в вашем дизайнерском списке. Опять же, за что я очень люблю большие и крупные компании? За то, что вы получаете возможность быть узким специалистом. И для дизайнера это способность попасть в определенную ямку, быть там, быть классным, быть востребованным, и больше не задумываться вообще о вопросах клиентской коммуникации, внутренней коммуникации. Все уходит в аутлук корпоративный, вы там работаете, благодаря этому все классно, здорово, замечательно. Но сейчас тот разворот, который происходит в рынке дизайна, приводит к тому, что будут успешны маленькие команды, в которых все ключевые роли взаимозаменяемые. Ну то есть там команда в 5-6 человек – это вполне себе успешная дизайн-студия, как мы все знаем, например, на примере наших коллег. И не буду перечислять много студий, которые работают в таком формате. Но вы можете работать в этот момент не только в одной узкой специализации. Вы можете пробовать совершенно разные задачи и интересы. Это то, что дает компания. Основные цели, которые я себе выставлю, например, в нетворкинге, это сфокусироваться на достижении определенных целей и отказаться от всего лишнего. Люди, которые попадают в необходимость расширять как раз вот эту часть, говорят, да, классно, здорово, начинаем увеличивать количество людей, с которыми мы общаемся, увеличивается количество потенциальных клиентов, но что делать дальше? А дальше нужно, опять же, уметь идентифицировать клиента и общаться с ним на его языке. И вот это вот как раз в сложности проблема. Время, энергия, деньги, ресурсы, осознанность – это то правило, которое позволяет вам, опять же, сфокусироваться, в первую очередь, на времени. Если у вас сейчас нет клиентского списка, либо он невысок, то вам необходимо тратить время на то, чтобы, опять же, пообщаться и познакомиться с новыми клиентами. И я рекомендую, опять же, фокусироваться на уровне организации. Почему? Потому что там ресурсов и денег больше. Особенно я люблю, опять же, проекты, которые делаются для стран. Возможно, вы реализовывали такие проекты, возможно, нет. У меня есть замечательный пример Антон Уткин, который уезжал в Организацию Объединенных Наций в прошлом году и делал вот такого рода проекты для крупных, наикрупнейших форм, которые объединяют людей. Как это сделать? Найти нужных людей, которые в какой-то момент, опять же, его приглашают. И проблема в том, что вы понимаете, о чем я говорю, но непонятно, как бы, следующие шаги раз, два, три. Следующий шаг номер один – это поболеть, ну, как бы, чуть-чуть порефлексировать над собой и понять, в чем основная беда и проблема, которая существует в массе. Как правило, это неумение расширять круг общения. И первый шаг – это научиться знакомиться и рассказывать о себе, о своих увлечениях, о своей профессии. В том числе, как раз сегодня у вас есть такая возможность. Одна единственная поправка, опять же. Я когда читал дизайн-форум, например, то там была очень интересная методика развития профессионала. «Общаясь внутри своей профессиональной тусовки дизайнеров, пожалуйста, увеличивайте свой собственный вес, зная всех самых классных дизайнеров». Ответ – нет, пожалуйста, не ходите, не общайтесь с дизайнерами. Ходите на те профессиональные конференции и тусовки, где сидят клиенты. Я поэтому очень люблю выступать на нефтегазовых, например, конференциях. И тут ответ на вопрос, почему вам не надо выступать, например, перед студентами, которые могут прийти в Британки. Но для меня это именно важная социальная роль сегодня – передать вам навык. Ключевые клиенты не ходят на дизайн, к сожалению, и рекламу. Это факт, это проверенная идея, которую я вам могу сказать. Но поделиться вот как раз вот такими находками – это та идея, которую вы можете делать бесплатно. И это приводит к понятию использования freemium модели в современном дизайн мире. Если раньше, например, результат рук дизайнера был только физическим и материальным, то сейчас мы можем множественно увеличить степень нашего влияния, когда вы распространяете что-то с помощью цифровых идей, смыслов фотографии. Это то, на чем так растут все социальные сети, включая Instagram – графическая социальная сеть, или YouTube – социальная сеть с видео. Профессиональные сети, которые вам нужны, в первую очередь, с точки зрения, куда двигаться и куда развиваться. Первое – это сотрудники крупных компаний. Очень люблю их, потому что это возможность найти задачи и запросы, которые сейчас вы выполнить не можете. Компании уровня Mars, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, другие. И там вы можете найти будущих клиентов, которые в какой-то момент будут вашими заказчиками. Второе – это топ-менеджеры этих компаний. К ним вы не приходите, пожалуйста, за запросом на дизайн, они решают вопросы немножко более высокого порядка. Но у них вы можете научиться другим вещам, которые вам пригодятся в следующем вашем развитии, когда вы станете, возможно, руководителем, если вы наберетесь смелости и будете туда развиваться в профессиональной карьере. Я учусь этих людей тому, что я называю навык выдвижения в агрессивной среде и умение выполнять поставленные задачи, невзирая ни на что. Третье – это профессионалы, спецы, программисты, технари. Как правило, вот здесь очень большое количество помощи и поддержки. Люблю находить таких людей, которые упрощают мою техническую жизнь, показывают, какой ноутбук купить или какой софт сейчас будет стоить дешевле. Это то, с чем вы можете обращаться к этим людям. Журналисты, люди, которые знают всех, это хабы. Вам необходимо системно расширять связь с журналистами, просто потому, что они позволяют вам увеличить вашу аудиторию и сделать это очень быстро. И последнее – это инвесторы, покупатели, клиенты, люди, которые думают совсем другой категории. Это финансисты, они думают категорией денег. Как заказчики, скорее всего, они сложно достижимы, до них сложно достучаться. Но у них вы можете научиться совершенно другому мышлению. Это не дизайн-финкинг, это финансиал-финкинг. Когда вы смотрите на любой бизнес и видите с точки зрения прибыли и доходов, как он выглядит. Места для общения с клиентами. Еще раз повторюсь. Начинайте ходить туда, где вы видите ваших идеальных клиентов. Это могут быть точечные мероприятия, я абсолютно уверен в этом. И я, например, хожу на дни финансистов, которые проходят по пятницам в центре Москвы. Просто потому, что там решаются задачи, которые на порядок выше, чем создать визитку для малого предприятия или индивидуального предпринимателя. И это то, что позволяет вам в дальнейшем делать большие проекты. Как вы представляетесь сейчас людям? Если вы представляетесь как просто дизайнер-самоучка, это одно. Сразу определенный ценник в голове как бы прикипает к вам. Если вы сотрудник сетевого агентства BBDO, то вы сразу можете рассчитывать на что-то другое. И здесь вопрос, как сделать так, чтобы вы с помощью, опять же, инструментов дизайна стали дороже. Продавайте себя. Учитесь самомаркетингу. Это очень важная идея. В том числе как раз это важный процесс, который позволяет в дальнейшем перейти к качественно новую позицию. Вы можете быть кассиром в аптеке, вы можете быть терапевтом, вы можете быть хирургом. Это разные профессии, которые существуют в медицине. В дизайне ровно так же существуют совершенно разные ценовые уровни, которые, образно говоря, поднимают вашу цену и вашу ценность в результате определенных действий. И могу так сказать, что на уровне хирурга обязательно необходима команда. Работая в студии Лебедева, я понимал, что это работа не только Артемия Андреевича, который долго меня учил, но и всех тех людей, которые присутствуют незримо и делают классный продукт. И потом, опять же, выходя из студии, ты понимаешь, что ты можешь повторить определенные действия, которые есть. Чем быстрее вы переброситесь на уровень самореализации и не будете думать о вещах, связанных с нуждой, скажем так, тем быстрее вы, опять же, скорее всего, от дизайнера превратитесь в творца, в художника. И это привлекает тех людей, которые ровно так же пытаются вопросы более высоких материй решать. Меня интересует свобода творчества как система, когда люди, опять же, решают бизнес-задачи, но для того, чтобы сделать этот мир лучше, интереснее, ярче. И это такие задачи, которые решают компании уровня Google, Яндекс, Mail.ru и другие классные, интересные, необычные клиенты-заказчики. Научитесь отдавать. Вот сегодня мои уже вылезшие за 20 минут, в принципе, советы, но ускоряюсь. Это как раз попытка протянуть руку и помочь вам в ваших задачах, которые, опять же, приводят к следующему. Вам необходимо найти тех людей, которых нет сейчас у вас на горизонте. И это умение выйти за рамки того пространства, которое есть в вашем мире, будь то университет, будь то работа или будь то любимые места, которые вы посещаете, и научиться находить тех людей, которые существуют в совершенно близкой параллельной реальности. Для этого вам необходимо изменить ваши хобби, ваши интересы и быть не только дизайнером, но и человеком с другими смыслами. Мы сегодня потренировались на Друдлс. Это умение создавать новые идеи, новые смыслы, которые вы можете показывать и рассказывать. Информация равно деньги. Я искренне в это верю. Релевантность информации, достоверность информации, скорость достижения информации – это то, что сейчас ценится. И самый главный враг, который вам необходимо преодолеть – это инертность. Потому что покивать, сказать «все здорово, классно, это хорошо», но только приблизительно 5-10% от аудитории в среднем приходит потом ко мне и говорит «да, я понял, о чем ты говоришь, начал действовать, стало получаться, давай еще». Я очень хочу, чтобы вы оказались в этих 5% и рассказали о том, как изменилась ваша ситуация с вашим кругом общения. И, опять же, качество первого проекта с клиентом невероятно важно, просто потому что потом вы переходите к возможности делать это на втором качестве, получаете доверие о реализации первого проекта. Сейчас мы огромное количество проектов делаем просто по звонку, либо по запросу с людьми, с которыми мы работаем уже 5 или 7 лет. И для меня это мобильность, это возможность не жить и не работать в Москве, иногда понаезжать сюда на 6-8 месяцев, но для меня как раз международность и мобильность – это те ценности, которые я в том числе распространяю своим собственным примером. Пережить можно только глаза в глаза. Встречайтесь с клиентом на его территории, напрашивайтесь, пожалуйста. Не тратьте время на слэк, на коммуникацию, потому что если у вас нет первоначального контакта, это ни о чем. Человек вас не знает, человек не знает, как вы выглядите, у него нет картинки обо всем этом. И советы Бугаева, чек-лист, что вы можете проработать в себе, опять же, для того, чтобы стать лучше. Это, с одной стороны, неподъемная задача, но я работаю над этим каждый день, и надеюсь, это поможет вам, опять же, с точки зрения реализации. Очень важная идея – это маниакальная, радикальная ответственность за свои слова и поступки. Это то, что определяет профессионала в моем уровне. Как правило, говорю, не обещайте большего, у вас есть 24 часа для того, чтобы выполнить обещанное. Вот это то, что является для меня как раз минимальным уровнем профессионализма в среде. И если вы находитесь, образно говоря, в 16, в 17 лет, или в 25, или в 40, как мне сейчас, то у вас есть разные точки для старта, чтобы стать классным дизайнером, или, может быть, перебортоваться и устроить себе профессию карабаса-барабаса, с которой я начал сегодняшний разговор. Тут я уже буду ускоряться. Для меня важны ваши истории. Приходите, пожалуйста, в следующем году на дизайн-рекламу, расскажите об этом. И как цель, которую я хочу, в принципе, заявить, у нас с вами есть изменение динамики вашей жизни. Когда вы начинаете меняться, у вас скорость и качество событий резко увеличиваются. Спасибо большое, мои контакты. И увидимся с вами снова. Спасибо. Я не буду отвечать на ваши вопросы, просто потому что я и так уже съел время следующего докладчика, поэтому буду с вами еще в какое-то время на выходе. Спасибо. 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 Спасибо.